Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Шапкин. Это программа «В свете закона». В ней мы ответим на самые разные юридические вопросы, которые касаются жизни каждого. Это программа «Диалог с сотрудниками прокуратуры Тамбовской области», где мы озвучиваем реальные вопросы наших телезрителей. Спрашивайте, задавайте свои вопросы в прокуратуру региона, откуда их передадут в нашу студию, ну а мы озвучим их в эфире наших будущих программ. Я представляю гостя нашей студии сегодня. Это помощник прокурора Умедского района, юрист первого класса Екатерина Щекина. Екатерина Александровна, добрый день. Добрый день. Год назад мы с вами уже здесь, в этой студии встречались, вот теперь с нами у нас в гостях снова. Обсудим сегодня такую тему особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Тема с каждым годом, я так думаю, приобретает все большую актуальность. Дети растут быстро, взрослевет рано, зарабатывать хотят. И поэтому необходимо понимать, что они, какие права по закону имеют, на что могут рассчитывать, а на что нет. И первый вопрос такой, в каком возрасте разрешается заключать трудовые договора? Расскажите, пожалуйста. В соответствии с действующим законодательством, Трудовой кодекс Российской Федерации, работодатели вправе принимать на работу несовершеннолетних, то есть лиц, которые не достигли возраста 18 лет. При этом необходимо учитывать определенные требования, которые установлены действующим законодательством, то есть при трудоустройстве несовершеннолетнего есть определенные ограничения, их следует соблюдать. На какие виды работ запрещается привлекать несовершеннолетних работников? Хотелось бы отметить, что работодатель вправе трудоустроить, вправе заключить трудовой договор с гражданином Российской Федерации, который достиг возраста 16 лет. Возможно принять на работу лицо, которое младше 16 лет, например, с 14-летнего возраста, но это будет трудоустройство на легкий труд, который не причинит вред здоровью несовершеннолетнего работника. Необходимо учитывать, что лица, которые не достигли возраста 18 лет, не принимаются на работу, связанную с выполнением опасных либо каких-то тяжелых вредных условий труда. На подземные работы невозможно трудоустроить несовершеннолетнего, а также на работу, которая причинит вред здоровью несовершеннолетнего работника, либо его психического развития. В качестве примера можно привести, что молодой работник не может быть устроен, например, в казино, не может быть устроен на торговую точку по продаже спиртосодержащих веществ, алкогольной продукции, табачные какие-то изделия. То есть в такой сфере несовершеннолетние работать не имеют права. Перечень тяжелых работ и работа с вредными и опасными условиями труда, на которые нельзя принять на работу несовершеннолетних, он приведен также в действующем законодательстве, в постановлении правительства. Необходимо отметить, что несовершеннолетний работник также не может быть привлечен к трудовой деятельности, которая будет связана с перемещением, переносом, передвижением определенных тяжестей, которые, например, превышают какие-либо предельные нормы, которые также установлены действующим законодательством. Важно отметить, что работник до 18 лет, его нельзя направить в командировку, скажем так. Он не может быть привлечен к сверхурочной работе, не может быть привлечен к работе в ночное время, в праздничные дни, в выходные дни. Но это требование также установлено в действующем законодательстве, статья 268 Трудового кодекса Российской Федерации. Расскажите, пожалуйста, как часто такой несовершеннолетний работник должен проходить медосмотры? Да, работник, работника в возрасте до 18 лет можно принять на работу только после предварительного, прохождения предварительного медицинского осмотра. При этом в дальнейшем, до достижения таким работникам возраста 18 лет, медосмотры необходимо проходить ежегодно. Такие медицинские осмотры, они оплачиваются за счет средств работодателя. В каком объеме несовершеннолетним работникам предоставляется отпуск? Отпуск, да, несовершеннолетний работник, наряду как и взрослый, скажем так, работник, также имеет право на отпуск. Отпуск. Несовершеннолетний работник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день. Такой отпуск предоставляется несовершеннолетнему работнику в любое удобное для него время. Это установлено в статье 267 Трудового кодекса Российской Федерации. Необходимо уточнить о продолжительности трудовой деятельности. Нужно помнить, что несовершеннолетним работникам устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени. Если мы говорим о работнике в возрасте до 16 лет, то продолжительность рабочей недели не может составлять более 24 часов. Если мы говорим о работнике в возрасте от 16 до 18 лет, то продолжительность рабочей недели не может составлять более 35 часов. Какова продолжительность рабочего времени совершеннолетних работников? Вы уже частично ответили на этот вопрос, но, тем не менее, поясните, пожалуйста, тут, я так понимаю, достаточно, ну, есть свои нюансы в законодательстве. Да, если мы говорим о лицах, которые получают общее или среднее профессиональное образование, которые совмещают в течение учебного года получение образования с работой, то в возрасте от 14 до 16 лет это не превышает 4 часов. Если мы говорим о возрасте от 16 до 18, то не превышает 5 часов. Если для иных несовершеннолетних работников, то здесь также не больше 4 и 5 часов. Как производится оплата труда таких юных работников при сокращенной продолжительности ежедневной работы? Оплата труда несовершеннолетних производится пропорционально продолжительности их работы, ходя из заклада и из дельных расценок. При этом работодатель вправе доплачивать таким работникам до заработной платы аналогичных совершеннолетних работников, как если бы работник до 18 лет работал полный рабочий день или выполнял полную месячную норму выработки. Можем ли привести какие-то реальные примеры из вашей практики, когда пришлось восстанавливать права таких несовершеннолетних работников и как они вообще соблюдались? Прежде чем ответить на ваш вопрос, хочется отметить, что для того, чтобы трудоустроить несовершеннолетнего работника, в определенных случаях у него же есть законные представители, то есть получается родители, и в определенных случаях необходимо согласие данных законных представителей. Если мы говорим о несовершеннолетнем, который достиг возраста 15 лет, то неважно, получил несовершеннолетний общее образование, либо в данный момент он получает специальное образование, здесь согласия родителей, скажем так, не требуется. Если мы говорим о возрасте уже 14 лет, то здесь необходимо письменное согласие одного из родителей. Если мы говорим уже о работнике, который младше 14-летнего возраста, то здесь необходимо согласие одного из родителей, законных представителей, и письменное согласие органа опеки и попечительства. Здесь необходимо отметить, что в каких случаях именно согласие органа опеки и попечительства, если несовершеннолетний работник хочет осуществлять свою трудовую деятельность в театральных или концертных организациях, в цирках, либо которые организации связаны с кино. То есть здесь необходимо согласие также еще органа опеки и попечительства, и именно с разрешения органа опеки и попечительства должна быть указана максимально допустимая продолжительность ежедневной работы. И в этом случае, и в этом возрасте трудовой договор, он подписывается родителям, ну, или бы опекуном. И исходя из того, что я сказала, именно если мы будем говорить о надзорной деятельности прокуратуры Умёдского района на территории Умёдского округа, то данная тема трудоустройства, скажем так, несовершеннолетних, она актуальна в летний период. Когда начинают действовать летние лагеря на территории районов, на территории Умёдского района также действуют на базе образовательной школы, на базе филиалов открываются лагеря дневного пребывания, которые работают с 1 июня практически весь летний период. И актуальна тема трудоустройства вот таких работников, несовершеннолетних граждан именно вот в лагеря дневного пребывания. Естественно, процесс оформления документов для трудоустройства несовершеннолетних находится под контролем и надзором прокуратуры Умёдского района. Проверяются документы, и, как я уже сказала, про согласие родителей в некоторых случаях выявляются факты, когда отсутствует письменное согласие законного представителя в документах, либо отсутствуют документы, которые подтверждают факт прохождения работникам медицинского осмотра. Это самое актуальное нарушение. Екатерина Александровна, я благодарю вас за настолько интересные ответы по этой теме. Честно сказать, я сам на большую часть вопросов, ответов не знал. Не касался этой темы. Например, есть старший племянник, который периодически работает, подрабатывает несовершеннолетний. Я не знал, как это всё регламентируется детально. Теперь я знаю, теперь я понимаю. Я думаю, что наша беседа с вами будет очень интересна таким работникам. И их родителям ещё дополнительно. Они будут понимать теперь, какие у них есть права, какие есть обязанности, что они могут делать, а что работодатель просто не может по закону их заставить это делать. Я думаю, что нарушений в этой сфере теперь будет несколько меньше, особенно в вашем округе. И надеюсь, что подобных нарушений будет со временем гораздо меньше вообще в нашем регионе. Потому что детский труд, он защищён законом, но дети — это та категория, которая не всегда сможет себя защитить. Она не всегда понимает и отдаёт себе отчёт в том, на что она имеет право, а на что нет. Да, очень надеюсь на то, что нарушений в этой сфере будет меньше. Спасибо вам огромное ещё раз за ваши ответы, за беседу. Ну а я напоминаю нашим телезрителям, что свои вопросы вы можете направить в областную прокуратуру. Их оттуда передадут в нашу студию, ну а мы озвучим их в эфирах наших будущих программ. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю передачу. Спасибо, всего доброго, до следующей недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова